здравствуйте уважаемые подписчики канала про цветов с вами ольга дуброва сегодня мы с вами поговорим про наши бедные бедные почвы это песчаные почвы и которые скорее всего сухие очень потому что они песчаные идеальные условия могут быть только профессиональной теплицы где все под контролем все включено как говорится и там это оправдана и там это нацелено на получение конечно же прибыли наши участки наши сады они далеки от идеала и встречаются в том числе и песчаные участки ну как правило они не тотально природа если оглянуться она позаботилась и предоставила нам большое количество растений которые вполне себе справляются с такой вроде бы непосильной как нам кажется задачей но песчаная почва это не приговор потому что как всегда для такой почвы найдутся и плюсы и минусы в минусах у нас будет то что конечно же это будет очень плохое плодородие низкая затем это связано с тем что мало различных гуменовых оснований и по своей сути песок это кварцевый минерал но в чистом виде песок вряд ли будет на вашем участке только если он расположен где-то на дне песчаного карьера естественно что в песке будут присутствовать различные пылевидные глинистые частицы ну и всякие прочие дела которые приносятся с ветром или которые уже образовались благодаря жизнедеятельности микроорганизмов корневой системы растений и различных остатков и поэтому чистый песок который на 70 процентов состоит из кварца мы рассматривать с вами не будем к минусам и отнесем то что эта почва очень рассыпчатая она как говорится бесструктурная и от того что большая аэрация вся органика которая поступает она очень быстро разлагается а затем она также быстро вымывает из корня доступного слоя и связи с этим почва становится еще к тому же и кислой но на другой чаше у нас будут плюсы плюсы такие что воздухопроницаемая затем этой почве хорошо разрастаются корними что им не мешает хорошо проводит влагу достаточно влагоемкая отлично прогревается на солнце и очень долго не остывает но отмечу что зимний период также быстро промерзает и уже очень долго потом леденит растение ну и очень немаловажный плюс такой что копать легко что ранней весной что поздней осенью никаких проблем ты не в грязи лопата не в грязи ну это ририка в целом конечно же растения не любят когда им сухо и когда вы приобретаете растение вот для таких почв то на первом этапе до того момента как они приживутся это будет видно по образованию новых побегов листиков раскрывающихся этом этапе надо все-таки соблюдать полив регулярный полив чтобы растения наши прижились ну и возможно в корневую зону вносить возможно домешивая торф или глину но это уже детали потому что если глянуться на наши поля и опушки то растение как каким-то образом справляются со своей задачей я не буду рассматривать древесные растения которые вы и сами сможете увидеть в лесах это те же березы и дуб красные и сумах и короче массы различных растений которые замечательно справляются с этой задачей силу эволюционных различных процессов ну вдруг у вас такая почва и чё ж там посадить вполне можете посадить любой вид боярышника который замечательно переносит всякие почвы и глинистые и в том числе и песчаные и выносит длительные периоды во взрослом состоянии засушливые периоды из боярышника можно сделать замечательную изгородь и затем пользоваться плодами которые крайне полезны барбарис практически все виды и сорта замечательно тоже адаптируется к таким условиям рябина очень много сортов рябины если заинтересоваться которая съедобная и даже декоративная выведены сорта рябины у которой плоды различные окраски даже практически белые и до темно окрашенные светло-фиолетового цвета вкусно красиво цветет полезным сажаем вырастет облепиха облепиха о пользе и и говорите не буду потому что всем известно облепиха вы можно сказать что рощи специально высаживаются даже на песках дюмных где она является еще укрепляющим таким компонентом следующее растение которое вечное же зеленое это можжевельник горизонтальный который низкорослый многочисленные побеги стелющиеся по земле укроют вашу почву и спустя два года когда растение возьмется в силу ему там вообще уже не надо не надо будет оказывать никакой помощи он сам будет справляться с этими скудными условиями помимо этого он морозостойкий жара стойкий и может даже расти где-то естественных условиях в расселенных камней расщеленных камней ну давайте теперь к травянистым растениям вернемся и посмотрим что там нам подготовила природа красивое растение которое называется чистец или по латыни который называется стахис византийские очень красивое густо опушенное растение и вот это опушение она снова же препятствует тому чтобы происходило быстрое испарение влаги из листьев могу дальше не перечислять растения с сильно опушенными листьями если вы такое видите значит природа так защищает от излишнего испарения смело сажайте на своих сухих песчаных почвах пряно ароматические травы как правило тоже замечательно переносят потому что происхождение их из таких вот скудных мест произрастания это наша любимая и душица и лаванда узколистная и котовник это те которые можно заваривать в чай в дальнейшем перовские декоративное растение с очень красивыми тоже с изопушенными побегами которая не прихотливая жаростойкая и во взрослом состоянии за ней можно и ухаживать и рассчитывать то что с ней все будет хорошо различные сорта полынь ты щелистники современные сорта это не только белые которые мы знаем растут на лугу но и это с красиво окрашенными щитками могут быть и розовое и желтого цвета абрикосового цвета тимьян всеми нами известный тимьян ползучий который быстро заполняет пространство можно выращивать его в контейнерах и он сам себе найдет где-то местечко прицепиться всегда будет приятно пройти но это не тот чабер садовый это тимьян который растет нашей природе белорусской на лугу и даже выносит легкое такое небольшую нагрузку затаптывание быстро отрастает даже если его поедают там какие-нибудь животные аромат всегда будет наполнять ваш сад когда вы ненароком затронете эту картинку цветущую в пике лето ну и затем можно снова же нарезать его и в чай и живучку сюда можно пригласить в наш сухой сад алисум горный которые тоже крайне неприхотлив с многочисленными желтыми соцветиями с легким ароматом это и армерия приморская само название за себя говорит что условия ее роста в природе достаточно скудные помните о том что бородатые ирисы благодаря тому что у них запасающие корневища они тоже предпочитают сухую бедную почву чем она будет жирной и влагой емкой когда весенние весенние периоды застаивается влага вот это самый страх для ирисов и поэтому на таких почвах рекомендуют вносить песок даже такую песчаную подушку создавать для того чтобы они чувствовали себя комфортно поэтому бородатый ирис берем тоже наш сад подсушенный верески различные сорта это их история конечно с вересками там придется немножко повозиться потому что им нужно для хорошего роста микориза лучше там если где-то вот вы будете в лесу из соснового леса принести для того чтобы для чего им это микориза для того чтобы они вот были во всей красе чтобы они благодаря ей они могли извлекать питательные вещества потому что на кислой почве сами по себе они это сделать не смогут злаки всегда очень оживляют наши участки злаки это снова же помните мою любовь и модная тема и на любой альпийской или каменистой горки что там у кого есть или просто вдоль дорожки будут смотреться замечательно здесь вот фаворит я считаю это овсяница овсяница сизая очень красивые окраски курсинки правда со временем немножко так вот выпирают но всегда можно их омолодить зато совершенно не боится засухи не боится заморозков чувствует себя великолепно сначала у нее сизо окрашенные очень узкие изящные листики и к середине лета появляются рыжеватые колоски можете посадить еще экзотику на песчаной почве юка для юки тоже самый страх это вымокание не столько наши морозные зимы а именно вымокание и поэтому даже если почва вполне себе такая сытая то советуют выкопать внушительную яму глубиной сантиметров 40 60 потому что мы рассчитываем на то что она все-таки будет долго сидеть у нас саду и заправить ее пополам в равных пропорциях песок и торф и тогда ей будет счастье тогда и будет легко развивать свою корневую систему и не вымокать такие вот поздние зимние ранние весенние периоды ну я считаю что на сегодня растений хватит хотя бы с этими справиться но если вы сами даже оглянетесь то вы поймете что растений этих огромное количество и для того чтобы ваша почва песчаная все таки мы стремились к тому чтобы она была более плодородная более структурный можно конечно завозить туда глину чернозем но и же такие места когда мы как в этом и не хотим сильно прикладывать усилия но на выручку придут не забывайте нашу линейку профит допустим мне очень нравится такой мульти бактериальный комплекс и благодаря этому комплексу во первых будут развиваться полезные бактерии которые затем будут образовывать колонии в зоне корней и это будет способствовать лучшему росту и усвояемости питательных веществ и так как мы растения эти сильно кормить то не собираемся ибо все все равно будет смываться то такие препараты это могут быть и на основе баверии и на основе это резюма все они будут тому что почва будет становиться более структурной более питательной и отдавать вещества полезные именно растение и она будет выглядеть несмотря на такие вот скудные условия более декоративным спасибо за внимание до новых встреч а